Девушки отдыхают Время Великой Отечественной войны Константин Феоктистов бросил учебу и ушел на фронт Воевал разведчиком При выполнении задания в захваченном Воронеже Был задержан немецким патрулем и расстрелян Чудом остался жив Пуля прошла на вылет через подбородок и шею Решение поступать в авиационный институт Пришло к нему после того, как он прочитал Книгу немецкого инженера и изобретателя Макса Валье «Полет в мировое пространство» Мой брат, старший Принес мне впервые книжку О межпланетных путешествиях И кажется, именно с тех пор У меня было твердое решение Рано или поздно добраться до этого После войны Феоктистов окончил школу в родном Воронеже А в 1949 году поступил в МВТУ имени Баумана Лекции его курсу читал сам конструктор Сергей Павлович Королев После окончания Бауманки Работал в научно-исследовательском институте Вместе с конструктором Михаилом Тихонравовым Потом перешел в ОКБ-1 к Сергею Королеву Ныне это РКК «Энергия» Участвовал в разработке первого искусственного спутника Земли Руководил проектированием кораблей «Восток» Был ведущим разработчиком кораблей серии «Союз» и «Прогресс» А также орбитальных станций «Салют» и «Мир» Участник первого в истории освоения космоса Полета экипажем из трех человек Если говорить об обязанностях ученого То тут у меня будет в первую очередь другая задача Посмотреть из космоса на Землю Это оказывается важным для разработки и построения Систем астроориентации, астронавигации для космических аппаратов Константин Феоктистов стал первым конструктором космических кораблей Который опробовал свое детище в деле Свой единственный полет Феоктистов совершил 12-13 октября 1964 года На многоместном корабле «Восход» Вместе с ним на орбиту Земли отправились Командир корабля Владимир Комаров И врач-космонавт Борис Егоров Рубин, я заряден Вас понял Посадку в кабину произвели Проверки оборудования готовы Проверку оборудования закончили Константин Феоктистов был первым в мире космонавтом Не носящим военного звания И единственным в истории советской космонавтики беспартийным Несмотря на небольшую продолжительность полета Космонавты стартовали при Хрущеве А докладывали о результатах полета уже Брежневу Поскольку на следующий день после их посадки Хрущев решением Октябрьского пленума ЦК КПСС был смещен С мая по октябрь 1980 года Феоктистов проходил подготовку в качестве космонавта-исследователя Основного экипажа корабля «Союз Т-3» Задачей экипажа был ремонт системы терморегулирования станции «Салют-6» Однако в октябре 1980 года решением Главной медицинской комиссии Феоктистов был отстранен от подготовки к полету по состоянию здоровья И заменен Геннадием Стрекаловым С 1987 по 1990 год заместитель генерального конструктора НПО «Энергия» Константин Феоктистов преподавал в МГТУ имени Баумана Доктор технических наук, член-корреспондент Международной академии астронавтики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова